Ты же человек такой больше, как сказать, культурный. Почему ты пошел в нашу сторону, когда мы познакомились тогда? Почему «Взгляд», когда можно было, я не знаю, в лид-драму? Ну, «Взгляд», безусловно, потому что ты меня сбил. Я же познакомился с тобой, а не с кем-то из лид-драмы, да? Почему ты снимал, я помню, ты снял клип Кинчева, я помню, когда готовился фильм к визиту Горбачева в Италию, под это выделили валюту для «Массфильма». «Массфильм» купил первые «Битакамовские камеры», и тебе досталась эта «Битакамовская камера», и повезло Кинчеву, которого сняли. Саша, жизнь настолько непредсказуемо и загадочная. Вот если бы ты только что стал выходить за «Взглядом», я с каким-то дурацким псевдорежиссерским пафосом начал критиковать стилистику, разносортный стиль программы «Взгляд», наверное, бы моя жизнь сложилась бы по-другому. Я всегда, кстати, говорю, то, что ты мне в ходе этого разговора сказал, ну, раз ты такой умный, приходи и сделай. Я подумал, ну, понты. А ты мне сказал, на следующий день позвонил, и сказал, что через две недели выпуск. И я подумал, что ты прикалываешься. Когда в течение того же дня я понял, что ты не прикалываешься, я вообще вписался. Поэтому, скажем так, в моей жизни ты сыграл важную очень роль. Если бы я тем вечером не пересекся с тобой в гостях, может быть, моя жизнь сложилась по-другому. Может быть, не менее интересно, но, скорее всего, скучнее. Может быть, почему? Может быть, ты и про биологию по-другому сейчас говорил. Ну, может быть, да. Я считаю, что все, что произошло, должно было произойти. Поэтому, да, просто я считаю, что мне повезло. И в тот момент, когда, так сказать, и ты, и я, мы вошли в огромный пролом, который случился вместе большой имперской стены Советского Союза, которая сломалась. Мне очень жаль Советского Союза и чрезвычайно не жалко коммунистической партии. Мы с тобой приложили огромное количество сил и энергии к разрушению коммунистической партии, но страну в том виде, в котором она была, мы не хотели потерять с тобой. Это безусловно. Да, к сожалению.